Не уверен, что вы об этом знаете, но с 2002 года планета отмечает Всемирный День Туалета. Все потому, что отсутствие этого нехитрого заведения, оказывается, является насущной проблемой для человечества. Примерно 40% населения Земли до сих пор не имеют возможности пользоваться канализацией. Нужно признать, что в Германии она тоже появилась по историческим меркам не так уж и давно. Страна вообще не была замечена в авангарде туалетной мысли, и это несмотря на то, что страдали от ее отсутствия даже королевские особы. В XII веке, например, в императорском замке провалился пол, и кайзер Фридрих со своими рыцарями упал в нечистоты, которые прямо под замок избрасывали. Фридрих спасся, а вот рыцари не все. Так что важность перемен в сфере канализации немцам объяснять не надо. Первый унитаз со сливным бочком появился лишь на заре XVII века. Пожалуй, это одно из важнейших открытий человечества. В среднем за нашу жизнь мы проводим на унитазе целых 6 месяцев. Туалет сегодня есть даже на МКС. Тем не менее, на Земле более 2,5 миллиардов человек лишены возможности справлять нужду в нормальных санитарных условиях. Чтобы привлечь внимание к щекотливой проблеме, германская туалетная организация устроила в этом году в подздаме благотворительный забег под девизом «Мы не можем ждать». Традиционную эстафетную палочку заменили на не менее традиционный туалетный ёршик. По словам организаторов забега, вырученные деньги пойдут на обустройство школьных туалетов. Это сигнал политикам. Они должны понимать, что открывать нужно не только школы или фонтаны, но и туалеты. Это очень важно для людей. Кроме того, это сигнал общественности. Мы должны уметь ценить наши средства санитарии. Эта проблема очень актуальна. Речь без преувеличения идет о жизни и смерти людей. Другой, но не менее оригинальный способ привлечь внимание к проблеме выбрала Анна Хазе. Вот уже 5 лет она водит туалет на экскурсии. И туристы проявляют к ним не меньше интерес, чем к привычным осмотрам музеев и памятников архитектуры. Перед вами старинный туалет. Такие в Берлине называют кафе «Восьмиугольник», потому что изначально здесь могли делать пипи одновременно семь мужчин. Восьмой же угол был входом. Недавно этот туалет отреставрировали. Сегодня он предназначен для мужчин и для женщин. Еще 100 лет назад дамам приходилось мочиться в кустах. Сегодня же за подобное поведение придется выложить 40 евро. А на десерт для туристов у Анны Хазе самое интересное. Ресторан «Клозет» уж точно не оставит равнодушным даже самого искушенного посетителя. Мы существуем уже 44 года. Концепция нашего заведения зародилась в туалете. Обычно именно там и возникают самые хорошие идеи. Отсюда же наше название «Клозет». Правда, у нас присутствует не только туалетная тематика. Есть и комната ужасов. Там вместо скамеек стоят гробы. А в другом зале – унитазы. После приятной процедуры можно отведать коктейль из ночного горшка или пиво из емкости для анализов. Основное блюдо тем временем подадут в керамическом унитазе или даже в утке. Все это, конечно, веселит публику. Так что тихим местечком, как Германия шутливо именует уборные, это заведение не назовешь. Мария Дьяконова, Кирилл Глебов, Сергей Финн, Артивяй. Готов засвидетельствовать, что вот эта самая туалетная кабина нынешним летом сожрала у меня евро, но дверей не открыла. Потом то же самое она проделалась с несчастными азиатскими туристами, которые, в отличие от меня, совершенно не могли больше ждать и отправились искать спасение в близлежащие кусты. Так что, несмотря на фешенебельные туалетные рестораны, проблема туалетов решена в Германии не везде. Но, как мы выяснили сегодня, немцы готовы меняться, и, значит, они все исправят. Измените и вы привычные течения жизни и хоть на пару дней приезжайте в Берлин.